Доброе утро, доброе утро, мои хорошие! Сегодня я спала до 9 часов, вы представляете? До 9 часов. Что говорится, вчера мы с вами пообщались. Хорошая энергетика, хорошие люди. Ещё у нас всю ночь шёл дождь. Такое было видно. Снился мне сон. Такая фигня, такая фигня. Но самое главное, мне снилось много какашек. Как будто я в таком гамне. В таком гамне, что это вообще. А гамно это что? К деньгам, деньгам, да. Так что где-то, ну я думаю, что всё-таки же еду на халтурку, то какие-то деньги заработаю. Ой, ну на улице хорошо. С грибами сегодня не ходила, не хочу. Так, идёмте. Я уже всё пооткрывала, я уже выходила на улицу. Мартын уже с ног сбивает, уже хочет кушать. Видите, всё мокренькое, но тучи очень быстро идут, смотрите. Быстро их прогонит и будет солнце. Так, самое главное, что в Киеве было тепло, потому что там такой большой разрыв. Там надо будет приезжать самой, ехать. Ехать, ехать, ехать. Заряжаю вас хорошим настроением. Вот, смотрите, цветы цветут. Цветут ли цветы запоздалые. Вот, пожалуйста, Мартын Кашпировский через Дефис. Здравствуйте. Что, на пенёчек залез? Ну, здоровайся, молодец. Жди, сейчас я вон сварю сардельку свою любимую и тебе дам. Я хочу вам показать, мои дорогие, печенье. Смотрите, какая куча. Вчера же не отнесла Ларисе. А я же не поем их за вечер. Вот, смотрите, на улицу пойдёмте. Капусточка, капусточка, красавица. Капусточка, сейчас я возьму маслочком домашним. Вот она какая. Слышно, какая хрустящая? А вот яблочко. Какое яблочко, как янтарное, да? Просто вкуснятина, ребята, просто вкуснятина. Сейчас вот заправлю маслочком. Уже немножко осталось домашнего, надо купить. Ну, понятно, он свои любимые сардельманы. Сейчас очищу шкурку Мартыну, а сама поем. Хотя у меня есть и борщ, но позавтракаю сосисочкой. Всё, приятного аппетита, мои дорогие. Я думаю, у вас капуста получилась не хуже. Позавтракали с Мартыном. Смотрите, я поставила свёколку варить. Видите, вот она как длинная, цилиндрическая. Сейчас она закипит, я сразу солью, налью холодной воды и 30 минут проварим. Это меня спрашивают, как быстро варить свёклу. Я думаю, этот метод, он будет идеальный. Я просто хочу сегодня сделать какой-то салатик. Рыбу буду жарить. И, то есть, свёколку сейчас сварю, потом... Короче, всё вы увидите. Сейчас я варю свёклу. Способом, вот сейчас секундочку подождём, закипит, солью. Всё покажу. Я начала мыть плиту, смотрите, уже закипает свёколка. Сейчас мы её быстренько берём, выносим её на улицу. Сливаем воду быстро. И быстро наливаем холодной водой. Вот так налили. И теперь ставим на огонь, закипит, убавим огонь. И 30 минут пусть себе поварится. Она у нас должна стать мягенькой. Всё, проверим. Смотрите, я нарезала новый букет в дом. Даже ещё с росой. И, ну, я вам обещала поговорить о цветах отдельно. Смотрите, видите, вот я в вазе, у меня здесь нету листков. Здесь всё я обрезала. То есть здесь тонкие, ну, вернее, просто стебли. Никаких листьев. Это для того, чтобы вода у нас не заванивалась. Всё, ставим букет в дом. А сами идём жарить рыбу. Ну что, мои дорогие, рыбу я пожарила, вынесла, потому что Мартын тут чатует. Прошло 30... 35 минут. И сейчас попробуем, что у нас тут со свёколкой. Она не то, что там такая мягкая прямо вообще, а чуть-чуть аль денте. Мне так и надо, потому что я ещё буду нарезать свёколку. Поэтому сливаем, если нам нужно быстро, чтобы она очищалась, я сливаем эту воду и наливаем сразу холодной водой. Тогда шкурочка хорошо будет сниматься у нас. Видите, выварилась уже не розовая. Вот он какой, вот он какой. Видите, я водой холодно ленула, им прямо сразу, видите, снимается сама шкурочка. Так, всё, пусть полежит. Видите, вот. Всё. Так, я вам хочу показать, пока тут всё, рыба, да, рыбу пожарила, запах вышел. Я уже перешла на зимний вариант. Видите, сняла свои тюльки, повесила тяжёлые шторки здесь. Это у меня тут на зиму так, чтобы, знаете, как-то потеплее, чтобы было. Ну и шучу, конечно, но просто мама всё время вешала вот эти вот такие полосатенькие шторки, и я повесила. Всё, мои хорошие. Сейчас я наведу порядок, помою ту лету, потому что, видите, застилала, не застилала, а вот здесь вот всё грязно. Поэтому мою посудку, и мы с вами продолжим готовить салат. Что, мои хорошие, идём делать красоту, да, потому что, ох, газетку принесли, вчера звонили. Вот видите, каждый четверг газета приходит. АВ, телеграф, да, автограф, автограф. Всё, едем в парикмахерскую. Какая буду, не знаю, но всё равно в сто раз лучше, чем я сейчас, правда? Я тоже так думаю. Пока. Пошла к девочкам в салон, не могла мне показать. Смотрите. Да, ведь всё зелёное. Вот, смотрите, оп. Какой жёлтый клён, да? Вообще красота. Тут лето, а тут осень. Такой контраст. Клён, ты мой, обожий. Ну, ещё не опал, конечно, но там что-то пиляет. Ведь красота, да? Сейчас я показываю Наташу вам. Сейчас, о-о-о, перевожу плавно-плавно-плавно на себя. И смотрите, какая красивая. Знаете, какой у меня красивый цвет, вы видите? Какая у меня шевелюра. Вы первые увидели меня в новом цвете. О, мужики. Скажу, Маше, ты же меня давно оставила, посчитала с девочками. Оказалось, а два месяца, представляете, два месяца. Машу не золотые руки стоит. Так, девчонки, мне тут дали такой рецепт классный. Такой салатик синий, как грибы. У меня есть, но он вообще не такой. Так что, девчонки, спасибо вам большое за обслуживание и за салатик я обязательно приготовлю. Всё, всех благ. Всех благ, тебе хорошо погулять. До свидания. Абрикоска? Заходите в абрикоску, если будете в Кремничуге. Пока. Хорошая, приехала с парикмахерской, перекусила, потому что, честно говоря, а захотелось кушать. Вот сегодня я поела борща, потому что, думаю, так, не буду заезжать в магазин, потому что фындыки-мындыки, зачем его покупать, если дома всё есть. То есть перекусила, отлично, сейчас попью чайку и всё. И мы с вами продолжаем готовить наш салат. Мартынчик, да, я слышу, что ты тут. Салат, свеклу я одну оставила. Сейчас я вам покажу. Одна свекла у меня здесь, она мне пока не нужна. Я её в холодильник положу. И одна вот здесь, вот я её почистила. Мы её будем сейчас срезать кубиком. Я не знаю, я назову этот салат, знаете, осенний бриз или осенний блюз. То есть ничего тут, никакой колбасы, ничего. Будем готовить такой овощной салатик. Ну, а снова это будет свеколка. Ну что, приступим к свёколке. Я беру сковородку, где моя сковородка. И ставлю её на плиту. Загреваю, добавляю чуть-чуть растительного масла. Ну, буквально столовую ложку. Вот смотрите, просто вот такой рисунок сделала. Потому что мы свёколку будем немножко обжаривать, чтобы схватился колор. Так. Конечно, дощечку надо было помазать лимонным соком или уксусом. Ну ладно. Вот такие где-то сантиметровые кубики мы нарежем. Я небольшую порцию буду готовить, потому что вы понимаете, что я его весь, этот салат, не съем сама, если я приготовлю на двух, из двух свёколок. А так, ту свеклу можно будет натереть со сметанкой или по типу винегрета с капусточкой сделать. Так, вот так нарезала. Вытираем, потому что потом не вытришь. И отправляю на сковородку. Шкварчит. Видите, какая. Надо было лимонным соком намазать, потому что теперь, видите, красная. Ну, ничего страшного, по-моему. Так. Ещё в салат я хочу добавить пол яблока. То есть сейчас мы его очистим. Пока свёколка у нас там получает румяную корочку. Очищаем кожу. Кожа не нужна. И нарезаем тоже таким кубиком. Пол яблока будет достаточно. Вот просто обжариваем. Видите, она не будет у нас ничего красить. И обжаренная свёколка вкуснее. Её можно чуть-чуть присолить. Чуть-чуть. И добавим сахарка. Но сахарка добавим, когда добавим сюда яблочко. Я хочу яблочко тоже немножко не закарамелизировать, а просто поджарить яблоко. Выдумывать так выдумывать, правда? Ну, а что? Мы с вами придумываем всё время новые рецепты. Почему бы мне? Яблоко ароматное, хорошее. Мы не будем жарить, чтобы здесь у нас прямо как картошка зажаренная была. Нет. Вот видите, покрывается свёколка таким жирком. И отправляю туда пол яблока. Даже если немножко покрасится, не страшно. И обжариваю. Брызну немножко лимонным соком. Чуть-чуть. Много не надо, потому что мы будем с вами готовить такой лимонный какой-то соус, я думаю. Так, и сахара пока чайная ложка. Всё. Сейчас работает плита. Долго не будем обжаривать. Смотрите, и очень хорошо. Свёколка тёмный цвет, яблоко розовый. Если вы хотите, чтобы яблоко было белым, просто обжаривайте его на другой сковородке. Всё. Пусть эти овощи наши остывают. Потому что это салат. Не тёплый, а обычный салат. Поэтому остывают. А мы придумаем, что у нас тут ещё есть. Вот колбаса моя. Сыровяленная. Вот эти вот кружочки нарезанные на слайсе. Видите? Я вот возьму и вот так вот скатаю. Вот такие роллы. Вот такие роллы. Вот видите? То есть штук 6. На одну порцию штук 6. У меня нету мяса. У меня нету печёнки. Поэтому используемся тем, что у нас есть. Так. Всё. Сейчас пойду немножко кинзы вырву. И будем формировать салат. Я забыла, сейчас первым делом нужно приготовить лимонный соус. Что я возьму? Смотрите. У нас порция небольшая. Возьму где-то... Можно мёд. Конечно, мёд лучше. Но я возьму чайную ложку сахара. Растительного масла. Раз. Две чайные ложки. Лимонного сока. Чайную ложечку. Как так уже всё там уже пописала в сторону. Всё это размешиваем. Теперь перец чёрный сюда. Перец чёрный. Соль добавим. Щепоткой. Не хочу соль сюда добавлять. Потому что я хочу, чтобы светленький такой соус был. Размешиваем это всё. Сюда, конечно, хорошо было бы сейчас горчицу добавить в зёрнах. Но у меня, наверное, нету горчицы в зёрнах. Ммм, вкусно. Добавлю сейчас. Где-то такая была обычная у меня горчица. Была, 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 была. А, есть, 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 есть. Сейчас, чуть-чуть. Лимонно-горчичный такой соус будет. Вот так капочку. Вот так. Оп. Я немного делаю. То есть, что у нас там была? Чайная ложка сахара. Две чайные ложки растительного масла. И чайная ложка лимонного сока. И соли щепоткой. Перец тоже по вкусу. Никакие травы, ничего добавлять не буду. Вот видите, какой соус получился. Такой цвет оливкового масла. Так, попробуем, что мы тут имеем. Ммм, вкусно. Сахара больше не надо, и соли больше не надо. Именно хорошо. Так, всё, соус готов. Две секунды. Этот салат готовится, самое долгое это свекла. Варится. Для вкуса я хочу добавить такую, как по типу гренки. Вот возьму стаканчик. И два кусочка чёрного хлеба вырежу. И сделаю вот такие вот гренки две. Потом полукольцом. Это уже когда будем оформлять салат. Вы можете брать белый хлеб. Я хочу сделать из чёрного хлеба. На сковородку, на сухую. Сейчас обжарим эти греночки. И продолжим дальше формировать салат. Далее три кусочка сыра твёрдого. Конечно, сюда бы хорошо пошёл плавленый. Фета. Но у меня нет. Значит, будет у нас такой. Три кусочка. Много не надо. И так обрежу. Чтобы ролл с колбасы и сыр были почти одинаковые. Ещё раз повторю. Это я делаю такой салат на быструю руку из продуктов, которые у меня есть. Не надо никуда бежать. Всё. Нарезала. Ждём гренки. Вот эти вот два колечка вырезаны, тоже положите на сковородку. Они для декора могут пригодиться. ой, извините. Что-то закашивалось. Даже не знаю почему. Так. Теперь берём основу салата. Ух ты! Аккуратненько. Ещё тёплый. Выкладываем на тарелку. Можете горкой. Я так полосочкой хочу. Когда нас уже Виталик научит красиво презентацию делать. Боже, какая у него красота. Как он это всё делает? Детына, майя тала... Ух ты! Талант от Бога, я покажу. Ну, ничего страшного. Так. Я тут смотрю за хлебом. Видите, уже у меня начинают появляться вот такие полосочки. Так что всё нормально. Не переживайте. Я не забыла. Так. Подровняем. Представляете, крошка где-то попала. Так. Теперь сыр выкладываем. Так, сыр. Теперь колбасные роллеты. И хоть и немного, но они всё равно нам дадут вкус. Так что не переживайте. Так. Сыр, роллы. Можно, пока не зачистить тарелку. Потому что, как раз, тарелочка была чистенькая. Теперь не сильно много вот так вставляем. Я вставляю кинзу. Я её люблю, поэтому я вставляю кинзу. Когда вы будете кушать, это вы всё, конечно, перемешаете. Так. Вот здесь у меня кинза такая, как укроп. Нужно просто вот так вот по тарелке побросать. Мелко так порвать. Хотя это кинза. Вы же знаете, что это кинза. Так. Всё. Достаточно. Много тоже не надо. И сыр лишний осталось. Видите, сколько продуктов у нас остаётся. Это просто караул. Так. Тосты эти я выключаю. А то ещё точно сгорят нафиг. Ждём, чтобы они немножко остыли. Ну, ты бы представляете. Сстала в горлик. И ты, бужу-матушку, спивай. Хрустящий. Немножко останется сейчас. Так. Вы когда будете кушать, то эти тосты, естественно, вы... Так, лежи. Я думаю, что хватит трёх. Трёх достаточно. Ммм, хрустящий. Я вам говорила, что это может пойти до декора. Можно было просто поставить вот так вот эти части. Вот так. И сюда, как салат вышел у нас. Смотрите. Вот видите. Легко и просто. Как ворота. Ну, я съем это так. Так, всё. Ничего больше пихать сюда мы не будем. Хотя вот я сейчас поставила эти тосты. Их нужно ставить в самом последний момент. Просто примерка. Когда мы польём соусом. Теперь я беру соус и поливаю. Обильно на соуса тут хватит. Не переживайте. По тарелке можно. Но цвет соуса не очень яркий. Вот так. Весь, весь выливаем. Пусть побольше будет. Нет у вас колбасы-то? Без колбасы, господи. Возьмите морковку какую-нибудь или что-то ещё. Так, всё. И вот теперь ставим эти. Даже можно вот гренки вот так поставить. Смотрите. Это кто любит, кто не любит. Знаете? Как говорится, на каждого свой вкус. Всё. Вот такой салат мы с вами приготовили. Быстро. И сейчас мы попробуем. Поверьте, что это будет вкусно. Все ингредиенты просты. Ничего тут такого нету. Смотрите, как овощи блестят. Какой красивый цвет. И много, да? Даже можно на два человека легко. О, как зарумянилась оренка. Вот вам ваш салат, господа. Будем пробовать. Я беру вилку и мы пробуем. Мы пробуем, мы пробуем. Мы пробуем. Так, я вот беру всё вместе. Вот тут был и сыр, и яблоко, и соус. Ну, давай сыр. Вот. Нет, немножко не солёное. Соус сказка. Можно не заморачиваться. Господи, всё в миску нарезал, соусом залил, перемешал и ешь. Ну, гренкой очень хорошо. За гренкой нарезать нужно сверху посыпать. Вот я не ем ни колбасы, ни сыра. Свёклку и яблочко, и соус. Очень вкусно. Неплохо было бы сюда вместо колбаски такие слайсы с селёдочки. Не надо никакого майонеза. Лимонный соус за то, что доктор пописал. Боже, нафига я наела вся борща. Вкусно. Если есть корень сельдерея, можете добавить корень сельдерея. Очень вкусно. Я вам всё время говорю. Это не значит, что простое, оно невкусное. Нет. Вот со свеклы можно сделать такой вкусный и красивый салат. Так что всё. Ну, конечно, я это доедать не буду. Пусть постоит, наверное, вечером 7. Может, Димка придёт. Я вам советую приготовить этот салат. Хочу показать то, что я вам говорила, как поставить эту штуку. Вот, смотрите. Я её поставила в овощи. Ну, в салат. Она хорошо стоит, но для декора это неплохо смотрится. Видите? Такой тоннель. То есть декор можно встандалить, что вы хотите, но этот же декор вы потом и съедите. Так что, пожалуйста, фантазируйте, придумывайте. Всё в ваших руках. Ну, что, мои дорогие, идёмте с этой уже кухней, а то как-то не хочется, а не хочется на эту кухню заходить. Ну, смотрите. Простые ингредиенты, свёкла, яблочко, лимончик, лимонный сок. И получился вот такой вот салат. Главное, что по манюсенькому кусочку мы взяли сырка, там вот кусочек, как палец был. А такое блюдо получилось большое. Поэтому, мои хорошие, я советую вам приготовить этот салатик. Ничего сложного нету, но вы видели, красиво можно его оформить. Главное, старайтесь, знаете, чтобы, говорится, в народе есть пословица, за гомна слепить конфетку или пулю. И вот наши женщины, они умеют это делать. Да, когда у тебя там, извините, такие куски телятины или сёмки, ты можешь делать, что хочешь. Когда у тебя свёкла несчастная в холодильнике валяется, и больше ничего нету, попробуй приготовить что-то вкусное и замечательно. Вот вам один из этих рецептов, который можно действительно назвать из гомна слепили пулю. Но вкусную пулю. Поэтому, извините за мои выражения, смотрите мои видео. Кто не подписался, подписывайтесь. И всего вам всего самого-самого лучшего. Потому что завтра у нас пятница, а пятница это последний день перед выходными. Так что набирайтесь. Ещё чуть-чуть осталось, ещё один жемок, и всё, и вы на финише. Вы на выходных. Люблю вас. Пока, мои хорошие. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова